Слава Украине! Приветствую вас от Полонского! Мы сейчас на телеграм-канале разместили очень интересное видео. Очень, кстати, оно, как сказать, распространено и имеет место практически на всех оккупированных территориях. Там женщина с сыном из Сватова Луганской области возвращается домой после неудавшейся эвакуации, точнее депортации в фашистскую Россию. Я сколько раз говорил, что когда вот этих дураков вывозят на Россию, у них забирают квартиры, это без вариантов. Но люди 151-й раз не слушают меня и едут туда, куда им говорят вот эти московиты. Как результат, результат такой, как вот можете лицезреть на этом видео, значит, женщина возвращается домой, а у нее в квартире чужой мужик, который к этой квартире не имеет никакого отношения. Ему, оказывается, эту квартиру подарили местные оккупанты незаконные. Вот так вот. Она возвращается с сыном домой, а ей говорят, а ты бомжиха, иди отсюда. Абсолютно та же картина наблюдается. Я сказал, что явление распространено. Абсолютно та же квартира, извините, картина наблюдается, например, в Мариуполе, в Мелитополе, где простодушным ватникам рассказали, как им будет хорошо на Россиюшке, послали их туда, они поуезжали, уехали. И очень многие поняли, что на России жить нормально невозможно, потому что страна мерзопакостнейшая. Ну, невозможно, они, значит, возвращаются назад, в тот населенный пункт, из которого их, значит, выманили. А в их квартирах, в их домах кто-то уже живет. Еще один момент. Очень многие жители того же Мариуполя радуются, что, мол, расисты поделали ремонты. Да, ссылка на видео в описании к данному ролику. Переходите в описании, смотрите, что я ничего не выдумал. Ссылка по ссылке, там все очень хорошо, предельно видно, да. Такая же картина вот наблюдается следующим моментом. Они, многие вот сейчас, даже мариупольцы, я знаю, которые проживают в Киеве, говорят, ой, как хорошо, у нас в квартирах сделали ремонт расисты. Значит, мы вернемся домой, будем жить в отремонтированной квартире. Вставили окна, вставили батареи. Это после того погрома, который сами же расисты там и сделали. Ну, так я просто пытаюсь к вашей логике немножечко вызвать. Они не для вас эту квартиру делали ремонт, они это делали исключительно для себя. Потом, после того, как они делают эти ремонты, они просто смотрят, что квартира пустая, и заселяют туда оккупантов, различных офицеров, либо, не знаю, любых других представителей, любых других расистских там специальностей, профессий и так далее, и так далее. А законных жителей, законных хозяев эти квартиры они больше уже не собираются пускать. Поэтому, что вам сказать, это уже только после освобождения. Но освобождение будет однозначно и в Сватово, и в Мариуполе, и в Мелитополе. Подождите немножко. САБД, Украина. САБД, Украина.